Будда унис в Брызгах и театра «Лялек» началось 9 лет тому, но только с заключением объекта программы подрыхтовки города до 1000 года оно им клево обновилось. Весь этот час трупы и данные глядачи состракались с початком в музыкальном колледже, позднее в кинотеатре в микрорайоне «Усход». Проезд у нового будинка – сопроводная подея для «Лялечного освета Брызга». Тут створены все умовы, как для артистов, так и для их глядачов. Для нас это очень значимо, ошеломительно, просто волнительно. Ну и, конечно, мы очень-очень горды, потому что мы получили такой подарок и коллектив, и горожане, наши большие и маленькие зрители. И, конечно же, очень ответственно, потому что я понимаю, что это другая уже история, это движение вперед, это новые какие-то проекты, планы, постановки. О планах на будущее не только с труппой театра говорили у старшиня Брызгаха, а был в Иконкам Анатолий Лисик, и приехал особисто повиншевать заслуженный коллектив Беларуси с новым этапом в творческом жизни. Кировник в области означает, что было непросто перезапустить будауни из Фаллия Янута, а было в Артепе. Новый объект, прекрасная архитектура, хорошо исполнена, наши, в основном, белорусские материалы. Поэтому, да, он недешево обошелся к бюджету, но вместе с тем, я думаю, что не все надо переводить только деньги. Значит, это культурное, это идеологическое воспитание, особенно нашей молодежи, да, и, значит, детей, и взрослого населения. Это культура, поэтому культуру надо вкладывать деньги. Лялечники выказали пропонову и задали пытание. Идти ворота чекать Бресту, будауниство новых культурных объектов Анатолий Лис отказывает прама. Строительство концертного зала, сразу говорю, в ближайшие пять лет не планируется. Хотя этот объект нужен, я тоже это понимаю и разделяю это мнение. Кировничество в области и города не выключая махчимости державно-приватного партнерства для реализации проекта концертной плясовки. Мы в самом сердце театра. Уже совсем худко пошнется постановка. До великой премьеры все готово. Декорации на месте, актеры дошлифовывают свой текст, а у поветры луная особливая театральное хвалявание. У день открытия на сцене постановка сотников Руслана Кудашова, головного режиссера Великого театра «Лялек» у Санкт-Петербурга. Это уже четвертая работа режиссера для брызгого театра. Артист каждый предстает на суд перед Господом Богом. И подойдя именно к этому микрофону, начну плакать уже. И подойдя к этому микрофону, человек понимает, ему небесам сказать нечего. Понимаете, вот человек он очень маленький такой. И потом уже начинается вся эта история про войну, про предательство. Театр! 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 Поскольку открывать театр – это всегда очень сложно, ты понимаешь, что театр имеет колоссальные возможности, потрясающие. Я думаю, что здесь в ближайшее время будет происходить премьера ведущих режиссеров театра «Куколу», потому что это очень хорошая площадка. Пока нужно какое-то время, чтобы ее освоить. А на переде фестиваль театра «Уйкниг» – книжный шкаф и открытие 57-го театрального сезона. Кристина Протасовицкая, Юрий Плинда, Телерадо, компания «Брыст».